Итак, продолжаем развивать наше супер приложение на компоненты, на страницы. В данном случае у нас есть, например, несколько ссылок, по которым мы можем перейти и у нас откроются какие-то страницы. Мы можем перейти, допустим, нажать на карточку и у нас откроется наша супер карточка, где мы все можем прочитать, что нам необходимо. Мы можем перейти в наш личный кабинет, в наш профиль и так далее. Но как это сделать? В случае с версткой это понятно, мы просто меняем файлики, мы нажимаем на одну ссылку, соответственно запускается файлик promotion item.html, нажимаем назад, запускается индекс.html. Точно так же справедливо и с ангуляром. Мы просто должны обеспечить нашей инфраструктуре ангуляра, фактически указать ссылочки, какие мы хотим видеть ссылочки. В нашем случае давайте просто возьмем, например, и добавим promotion item. Но если посмотреть, перед тем, как это сделать, давайте быстро глянем на документацию. Документации, собственно, я бы сказал, что документацию по роутингу можно разделить на... Я бы сказал, что весь процесс навигации можно разделить на три составляющие. Первая часть, это вы добавляете вот этот самый указатель на ваш как бы физический файл, в данном случае это компонент. Здесь указан в примере crisis center, а мы, например, добавим promotion item. Это первая составляющая. Вторая составляющая, это мы используем специальный декоратор router link, где указываем, собственно, в нашем случае наш promotion item. И используем специальный предопределенный контейнер router outlet. Все, три составляющие. Давайте запустим наше приложение. Наберем ng-serve open, чтобы открыть в браузере приложение после того, как оно сбилдится. Итак, как в прошлом уроке, мы видим, что у нас есть страница, где у нас разбиты соответствующие компоненты карты. Давайте добавим навигацию. Запустим приложение в Visual Studio Code. Давайте быстро пробежимся по нашим составляющим, основным составляющим. Первая часть это сам routing, то есть массив route. Как видите, он сейчас пустой. Нам нужно обеспечить здесь соответствующую навигацию. Давайте добавим соответствующую навигацию в нашу страницу About. Если мы глянем на верстку, то по нажатию на ссылочку About мы переходим на соответствующую страницу. Давайте ее добавим нам сюда в приложение. Для начала укажем навигацию, то есть укажем здесь объект. Обратите внимание, здесь есть специальный объект, у которого есть много различных свойств. Но нас интересует в первую очередь path, то есть это путь. Так укажем About и Component. Но компонент у нас сейчас нет. Давайте его добавим на будущее. About Component. И сформируем сам компонент через консоль. Откроем эту консоль. Не забудьте, что у нас есть концепция страницы, компонент страницы. Соответственно нам нужно будет добавить сюда About Page. Давайте наберем соответствующую команду. Из старых команд. Обратите внимание, то есть ing generate, сгенерируй компонент в папочке Pages, About Page и компонент About. Оставим этот компонент в корне. То есть не будем добавлять его в дополнительную папочку Components, а просто сгенерируем компонент в папке About Page. Далее мы уберем Space False, Spec False, тесты и уберем файл стилей. Итак, у нас добавилась соответствующая папочка About Page. Обратите внимание, что в модуле зарегистрирован ли этот компонент, либо не зарегистрирован. Тут у меня путь немножко корявый. Я удалю этот путь и автоматически добавлю новый путь. В папочку About я закинул соответствующий текст из верстки. Пожалуй, пока что возьму только сам текст. А здесь добавим также ссылочку на наш компонент. Итак, первая составляющая выполнена. Мы указали соответствующий адрес, то есть Pass About. Теперь нам нужно этот адрес указать в компоненте AppComponent. То есть просто указать здесь специальный линк. Роутерлинк. About. Вторая составляющая выполнена. Теперь нам нужно проверить третью составляющую, то есть наличие рутера Outlet. Обратите внимание, что вот этот вот компонент контейнер, он играет своего рода роль контейнера. То есть, когда мы с вами перейдем по ссылочке About, Angular автоматически сгенерирует здесь модуль About, то есть App About. Будет выглядеть примерно таким вот образом. Соответственно, когда мы перейдем на домашнюю страницу, в данном случае Init, здесь будет не About, не App About, а App Init. Поэтому App Init здесь нам не нужен. Мы его уберем. И, соответственно, уберем здесь также About, так как Angular делает это автоматически. Так как у нас роутинга домашней страницы нет, давайте его тоже быстро сгенерируем. Добавим сюда Path. Упс. Отлично. Теперь у нас есть два пути, то есть это HomePage, About. Также у нас есть Роутер Аутлет, который присутствует. У нас есть Роутер Линк Эбаут, Роутер Линк Эбаут. Правда, он не здесь добавлен, да. Давайте его перенесем в правильное место. То есть вот сюда. А здесь просто оставим пустую строку, так как у нас есть соответствующий Роутинг вот здесь, да, то есть пустая. Еще раз сохраним все приложение. Теперь, когда мы наведем с вами на ссылочку About, внизу Chrome мне подсказывает, что я могу перейти на эту ссылочку. Обратите внимание, все работает верно. Домашняя страница тоже работает, то есть теперь мы можем, по крайней мере, переходить по двум компонентам. Ну что ж, по большому счету, по такому же принципу стоит добавить и Promotion Item в навигацию, то есть навигацию, которая будет нас перебрасывать в нашу карточку. Но здесь есть один нюанс. Если мы откроем Инспектор, вкладку Network и обновим наше приложение, мы увидим, что у нас загружается несколько различных файлов. Нас в данном случае интересует файл Main. Что он означает? Этот файл Main содержит, собственно, все, что мы с вами делаем в нашем приложении. Например, давайте найдем с вами app.about. Как видите, мы нашли здесь фактически наш компонент, то есть весь код нашего компонента. Также здесь прописан код наших стилей, например, если бы у нас были стили. Ну и какие-то ссылки на HTML и сама HTML, то есть прописана в этом файле. То есть я веду к тому, что чем больше у нас страниц, чем больше у нас логики, тем больше будет весить наш файл Main. Соответственно, наше приложение будет очень тормознутое и загружаться очень долго будет. Чтобы избежать этой проблемы, в Angular существует такое понятие, как ленивые модули. Ленивые модули загружают кусочек или часть контента, часть логики в момент, когда мы обращаемся к нему. То есть, когда мы с вами нажмем на навигацию about, в этот момент пройдет запрос на сервер и сервер вернет нам соответствующий JavaScript файл с соответствующими описаниями и так далее. Чтобы этого добиться, нам нужно добавить ленивый модуль. А на этом пока все. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...